меня зовут кароль мам на имя кароль мне 18 лет мам 18 лет я из польши я из варшавы я из варшавы сергей это мой коллега он из италии сергей это мой коллега он есть в ух приглашаю вас присоединиться к подписчикам на бусти куда я регулярно выкладываю все тексты видео не только с канала польский вслух но и с моего второго канала польский до автоматизма матричный метод за смешную месячную подписку вы получаете доступ к тоннам польских текстов с переводом в текстовом формате библиотека текстов регулярно пополняется по мере возникновения видео на каналах каждая ваша подписка это высокая оценка моего скромного труда и приятный стимул трудиться дальше благодарю тех кто уже подписался и приглашаю всех кому интересно заходите смотрите подписывайтесь ссылки на бусти и на второй youtube канал с готовыми матрицами в описании под этим видео меня зовут сергей ман на имя сергий маня 22 года ман 22 лет я из италии я из женщин Jestem z Rzymu. Тиан моя коллега. Она из Китая. Тиан to моя коллега. Она jest z Chin. Меня зовут Тиан. Мам на имя Тиан. Мне 24 года. Мам 24 года. Я из Китая. Я из Китая. Я из Пекина. Я из Пекина. Ольга моя коллега. Она из Украины. Ольга моя коллега. Она из Украины. Откуда ты? Я из Германии. А ты? Я из Немец. А ты? Из Украины. А они откуда? Они из Китая. Они из Китая. Привет. Я Петр. А тебя как зовут? Привет. Я Матас. Очень приятно. Как дела? У меня хорошо. А у тебя? У меня в порядке. А у тебя? У меня в порядке. А у тебя? Я из Литвы. Я из Литвы. А конкретно откуда? А конкретно откуда? А докладно скон? Из Вильнюса. Из Вильна. О, из Столицы Литвы. О, из Столицы Литвы. Да. А ты? Так. А ты? Я из Кракова. Это не Столица Польши. Я из Кракова. Это не Столица Польши. Знаю. Столица Польши это Варшава. Время. Столица Польши это Варшава. Это Кароль. Это Кароль. Он говорит по-польски. Он говорит по-польски. Он знает английский язык. Он не знает русский язык. Он не знает языка росынского. Это Ольга. Это Ольга. Она говорит на украинском. Она говорит по-украинску. Она знает немецкий язык. Она знает немецкий. Она не знает по-польски язык. Она не знает языка польского языка. Я Ольга. Я Ольга. Мне 21 лет. Я 21 лет. Я из Украины. Я очень хорошо говорю по-польски и по-русски. Мой парень из Испании, поэтому я знаю испанский язык. Мой парень из Испании, поэтому я знаю испанский язык. К сожалению, я не знаю английский. Это моя сестра Татьяна. Это моя сестра Татьяна. Ей 24 лет. Татьяна хорошо говорит по-русски и по-русски. Она немного знает испанский язык. Она немного знает испанский язык. А это мой брат Игорь. А это мой брат Игорь. Ему 17 лет. Он говорит только по-украински и немного понимает польский язык. Он говорит только по-украински и немного понимает польский язык. Игорь не знает испанский язык. Игорь не знает испанский язык. Извините не понимаю. я из польши а вы откуда из испании я истин с ползкий а скотт они есть испании нет я из италии из флоренции вы говорите только по-итальянски вы говорите только по-итальянски нет не только я еще хорошо говорю по-французски и по-английски но не понимаю по-польски а вы я говорю только по-польски и по-английски я много понимаю по-русски а вы я из испании из мадрида я хорошо знаю испанский и итальянский язык не много говорю по-английски вы знаете полский язык вы знаете полский язык ты знаешь полский язык ты знаешь полский язык я пауел я из польсы из фаршавы Я Павел. Я из России, из Польши, из Польши. Мне 24 лет. Я 24 лет. Я хорошо знаю английский и французский язык. Немного говорю по-русски и по-немецки. Моя сестра Анна — полка, но живет в Лондоне. Моя сестра Анна — полка, но живет в Лондоне. Ей 31 лет. Она очень хорошо говорит по-английски и по-немецки. Она не знает французский, но немного понимает по-русски. Наш отец Игорь — белорус, но живет в Варшаве. Он хорошо говорит по-польски, по-английски и по-белорусски. Он очень хорошо говорит по-польски, по-английски и по-белорусски. Он не знает немецкого. Наша мама Мария — полка и тоже живет в Варшаве. Она говорит по-английски и понимает по-русски. Она говорит по-английски и понимает по-русски. Извините, я не понимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аниу, ты знаешь французский? Твой брат говорит по-польски. Твой брат говорит по-польски? Мы не говорим по-украински. Мы не говорим по-украински. Это мой телефон, моя книжка и мой письменный стол. Это мой телефон, моя книжка и мое биорко. Это твой паспорт, твоя сумка и твое имя? Это мои вещи, мои ключи, мои деньги и мои очки. Это твои документы? Это твои документы? Чей этот ноутбук и эти часы? А это желтая тетрадь. Чья это визитка и эта сумка? А это книга? Чья есть та визитовка и та торба? А та книжка? Чьи эти деньги и эти наушники? А эти очки? Чьи эти деньги и эти наушники? А эти очки? Сколько тут вещей? Чьи этот письменный стол? Это мой письменный стол и мой компьютер, но это не мои вещи. То есть мое биорко и мой компьютер, но это не мои вещи. Мой только черный блокнот. Мой только черный блокнот. Ты знаешь, чей этот коричневый кошелек? Ты знаешь, чей этот бронзовый портфель? К сожалению, не знаю. Не мой. Нистите, не знаю. Не мой. А календарь? А календарь? Тоже не мой. А знаешь, чей этот мобильник? А веш, чья есть та комурка? Мобильник тоже не мой. Комурка тоже не моя. А чьи эти ключи? А чьи са те ключи? О, это мои ключи. Спасибо. О, это мои ключи. Спасибо. О, это мои ключи. Дяки. Так может, книга тоже твоя? То может, книга тоже твоя? Да, моя. И ручка тоже моя. Так, моя. И дугопис тоже мой. Меня зовут Томек. Мам на имя Томек. Это моя девушка Елена, а это мой одноклассник Павел. Это моя девушка Елена. А это мой коллега Павел. Это мои вещи. Это мои вещи. Notebook. Лаптоп. Одна синяя ручка. Один небеский дугопис. Титрать. Засыт. Зелёная кружка. Зелёный кубик. Моя книга и мобильник. Моя книга и мобильник. Моя книга и коморка. Это мои наушники и документы. Это мои наушники и документы. А это фотография, но не знаю, чья. А то есть zdjęтие, но не знаю, чьи. Может, Елена знает? Может, Елена знает? Меня зовут Иза. Я вегетарианка. Я ем рыбу и молочные продукты. Яйца, йогурт. Я ем рыбы и набел. Яйка, йогурт. Пью соки и молоко. Пиј соки и млеко. Ям также овощи. Такие как помидор, огурец, морковь, шпинат, паприка, картошка и другие. Ям также овощи, такие как помидор, огурец, морковь, шпинат, паприка, земляки и другие. Конечно, я люблю также фрукты, такие как яблоко, груша, ананас, банан. Конечно, я люблю также овощи, такие как яблоко, грушка, ананас, банан. Сейчас я ем обед. Вареники с клубникой. Сейчас я ем обед. Пироги с трускавками. Они вкусные. Сау пышны. Я Адам. Йестам Адам. Иза говорит, что моя кухня является нездоровой. Иза муви, что моя кухня ест нездрова. Я люблю мясо и выпечку. Курица, говядина, свинина, любое мясо вкусное. Курица. Курчак, воуовина, випсовина. Каждое мясо ест смачное. И картофель фри. И фритки. Я люблю сладости. На десерт ем шоколад или пирог. На десерт ем чоколаде albo ciasto. Сейчас я иду на ланч. Большой бургер с картошкой фри и кола со льдом. Сейчас я иду на ланч. Дужый бургер с фритками и кола с льдом. Это то, что надо. То есть то. Иза ест рыбу или салат. Рыба, фрукты и овощи это не для меня. Рыбы, овоцы и вожива это не для меня. ПОЛЬСКИЙ ЗАВТРАК ОБЕД И УЖИН ПОЛЬСКИЙ СНЯДАНИЕ ОБЯД И КОЛАЦЯ На завтрак мы едим бутерброд с ветчиной или сыром, яичницу или овсянку с фруктами. На съедание ем канапку с сынкой или с сером, яичницу или овсянку с овоцами. Мы пьем кофе с молоком или чай с лимоном. ПИЕМЫ КАВЕ З МЛЕКИМ ЛУБ ХЕРБАТЕ З ЦЫТРЫНОУ. ОБЯД это суп и второе блюдо. ОБЯД Поляки едят больше всех супов в мире. Поляки едят больше всех супов в мире. ПОПУЛЯРНЫМ СУПОМ является томатный, но также рассолник, бульон и борщ белый или красный. ПОПУЛАРНЫМ СУПОМ ЕСТЬ ЗУПА ПОМИДОРОВА, АЛЕ ТЕЖ ОГУРКОВА, РОСУЛ И БАРШЧ БЯЛЫ ЛУБ ЧЕРВОНЫ. ТИПИЧНОЕ второе блюдо это картошка с мясом, ОДБИВНАЯ или курица и овощи. ПОПУЛАРНЫМ СУПОМ ТИПОВЕ ДРУГЕ ДАНИЕ ТО ЗЕМНИАКИ И МИЯНСО, КОТЛЕТ СХАБОВЫ ЛУБ КУРЧАК И ВАЖЫВА. ПОЛЯКИ ЛЮБЯТ КАРТОШКУ, НО ЧАСТО НА ОБЯД ПОДАЮТ РИС, МАКАРОНЫ ИЛИ КАШУ. ПОЛАЦЫ ЛУБИЮ ЗЕМНИАКИ, АЛЕ Ч�ЄСТО НА ОБЯД ЕСТЬ РЫЖ, МАКАРОН ЛУБ КАША. НА УЖЕН ОПЯТЬ БУТИРБРОД. ПОЛЬСКИ ХЛЕБ ТАКОЙ ВКУСНЫЙ. ЙОГУРТ ИЛИ САЛАТ. НА КОЛАЦЄ ЗНОВУ КАНАПКА. ПОЛЬСКИ ХЛЕБ ЕСТЬ ТАКИ ПЫШНЫЙ. ЙОГУРТ ЛУБ САЛАТКА. НА ЗАВТРАК Я ЙЕЩНИЦІ И ПИЮ КОФІ. НА СНЯДАНИЕ ЙЕЩНИЦІ И ПИЮ КАВІ. НА ВТАРОЙ ЗАВТРАК Я ЙЕМ ФРУКТ И ЙОГУРТ. НА ДРУГЕ И СНЯДАНИЕ ЙЕМ ОВОЦ И ЙОГУРТ. НА ОБИД Я ЙЕМ СУП И КУРИЦУ И ПИЮ СОК. НА ОБИД Я ЙЕМ ЗУПІ И КУРИЦАКА ОРАЗ ПИЮ СОК. НА ПОЛДНИК Я ЙЕМ САЛАТ И ПИЮ ВОДУ. НА ПОДВЕЧОРЕК ЙЕМ САЛАТКЕ И ПИЮ ВОДУ. НА УЖИН Я ЙЕМ БУТИРБРОД И ПИЮ ЧАЙ. НА КОЛАЦЄ ЙЕМ КАНАПКЕ И ПИЮ ХЕРБАТЕ. НА ЗАВТРАК Я ХОТЕЛАБЫ ЙЕЩНИЦІЮ. НА СНЯДАНИЕ ХОТЕЛАБЫМ ЙЕЩНИЦІЮ. НА ОБИАД ХОТЕЛАБЫМ ЗУПІ ПОМИДОРОВАЮ. МАКАРОНЫ З СОУСАМ И ЗЕЛОНЫЙ ЧАЙ ПОЖАЛСТА. ПОПРОШЕ МАКАРОН З СОСЕМ И ЗЕЛОНОЮ ХЕРБАТЫ. ПОПРОШЕ ХАМБУРГЕРА З КУРЧАКИМ И З СОСЕМ. ЧТО ДЕЛАЙТЕ? ЧТО РОБИЦЕ? ЗАВТРАК. СНЯДАНИЕ. А ЧТО ЕДИЦЕ НА ЗАВТРАК? А ЧТО ЕЦЕ НА СНЯДАНИЕ? Я БУТЕРБОТ З САЛАТОМ, ВИТЦИНОЙ, СЫРОМ И ПОМИДОРОМ. Я КАНАПКЕ З САЛАТОМ, СЫНКОМ, СЕРОМ И ПОМИДОРОМ. МАЧЕК, ХЛЕБ З ДЖЕМАМ, А ТЫ? МАЧЕК, ХЛЕБ З ДЖЕМЕМ, А ТЫ? Я ЕМ ЙОГУРТ, ЄЙКО З МАЙОНЕЗЕМ И БУЛКУ З МАСЛАМ. Я ЕМ ЙОГУРТ, ЄЙКО З МАЙОНЕЗЕМ И БУЛКЕ З МАСЛАМ. ЧАЙ З ЛИМОНОМ, А ВЫ ЧТО ПЁЁЁЁЁІ? КОФЕ З МАЛОКОМ И САХАРОМ. КАВЕ З МЛЕКИЕМ И ЦУКРЕМ. ВЫ ПЁЁЁІ СЛАДКИЙ КОФЕ? САХАР ВРЕДИН. ПЁЁЁІ СЛОДКОМ КАВЕ? ЦУКИЕР ЙЕСТ НЕЗДРОВЫ. ДА, А МАЙОНЕЗ КАЛОРИЙНЫЙ? ТАК, А МАЙОНЕЗ ЕСТЬ КАЛОРИЧНЫЙ. НА ЗАВТРАК МЫ ИДИМ ХЛЕБ З МАСЛАМ, САЛАТОМ, ВИЧНОЙ И ОГРЦЦОМ. НА СНЯДАНИЕ ЙЕМЫ ХЛЕБ З МАСЛЕМ, САЛАТОМ, СЦИНКОМ И ОГОРКИМ. ПИЦЦА З СЫРАМ, ГАВЯДИНАЙ, ПАПРИКОЙ И ТОМАТНЫМ СОУСАМ, ПОЖАЛУСТА. ПОПРОШЮ ПЦЦЦЕ З СЕРАМ, ВОЛОВИНОМ, ПАПРИКОМ И СОСЕМ ПОМИДОРОВЫМ. НА ОБІД Я ЙЕМ ОТБИВНУЮ З РИСАМ И ПЮ АПЕЛСИНОВЫЙ СОК САЛЬДОМ. НА ОБИАД ЙЕМ КОТЛЕТА СХАБОВЕГО З РИЖЕМ И ПИЪ СОК ПОМАРАНЦОВЫЙ З ЛОДЕМ. ПИЦЦ ВАРЕНИКИ З ТВОРОГОМ ИЛИ З МИАСОМ? ПИЦ ПИРОГИ З СЕРАМ, ЧИ З МИЯСЕМ? ПИЦ ТОМАТНЫЙ СУП З МАКАРОНАМИ ИЛИ З РИСАМ? ПИЦ ЗУПЕ ПОМИДОРОВУЮ З МАКАРОНЕМ ЧИ З РИЖЕМ? ПИЦ ЗУПЕ ПОМИДОРОВУЮ З МАЙОНЕЗЕМ И СОЛЬЮ ПАЖАЛУСТА. ПОПРОССЕ ЯЙКО З МАЙОНЕЗЕМ И СОЛЁ. ПИЦ ПИЦ ПОМИДОРОВЮ ЗАВТРАК МЫ ЕДИМ БЁЫ ХЛЕБ И ПИЁМ ЧЁРНЫЙ КОФЕ. Это русские вареники? На обед суп томатный или овощной. На десерт мы едим шоколадный пирог. Красный перец, пожалуйста. На десерт я пью йогурт натуральный или фруктовый. На десерт пью йогурт натуральный или овощный. Добрый день, что для вас? Мне кофе и пирог с малиной. Для меня кофе и пирог с малиной. Я хотел бы маленькую порцию. А я хотел бы фруктовый чай и мороженое. А я хотел бы хрбату овоковую и лоды. Что-нибудь еще? Нет, это все. Спасибо. Сколько я должен? Сколько я плачу? 35 зл. Вы платите картой или наличными? 35 зл. Плачу наличными. Сдачи не надо. До свидания. Плачу готовку. Решты не треба. До свидания. Спасибо большое. До свидания. На завтрак я хотел бы курицу. На шнадание хотел бы курчака. На обед ты хотел бы суп или салат? На полдник я хотел бы печенье и натуральный йогурт. На подвечерок хотел бы мурицу и йогурт натуральный. На ужин мы хотели бы вегетарианскую пиццу. На колаке хотел бы пиццу вегетариянскую. Вы хотели бы на ужин суши. На колаке хотели бы суши? Я часто пью кофе. Часто пью каве. Они едят фрукты и овощи. Они едят овощи и фрукты. Мы обедаем в ресторане. Обед едем в ресторане. Привет, я Елена. Привет, я Елена. На этой фотографии моя семья. На этом zdjęтии есть моя родина. Это мои братья и сестры. Мой брат Александр и моя сестра Дарья. Моему брату 17 лет и он учится в школе. А моей сестре 21 год и она учится в университете. Мой брат ма 17 лет и учится в школе. А моя сестра ма 21 лет и студиюе. Эта женщина моя мама Алина, а этот мужчина мой папа Артем. Они работают. Родители папы Станислав и Татьяна. Родители папы Станислав и Татьяна. Дедушке Станиславу уже 90 лет, а бабушке Татьяне 89. Они на пенсии. Родители мамы, дедушка Алекс и бабушка Анна умерли. Родители мамы, дедушка Алекс и бабушка Анна, не живут. Родители папы и мой дедушка это Сергей, а это его жена Эля. Она из Польши. Она из Польши. У дяди и тети есть дети. Вуек и тетя мај ќе дети. Это мой двоюродный брат Мартин и моя двоюродная сестра Вероника. Это мой двоюродный брат Мартин и моя двоюродная сестра Вероника. А здесь наша собака Ходдог. А тут наш собака Ходдог. Привет, Томек. О, у тебя фотография? Привет, Томек. О, у тебя фотография? Привет, Томек. О, у тебя фотография? Кто это? Кто это? Мои родители. Мои родзице. А у тебя есть братья или сестры? Ты не actor? А, у меня один брат. Так. Мам ёднего брата. Старши или младши? 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 а у тебя есть братья или сестры а ты машь родственство у меня есть старшая сестра дарья и младший брат александр у тебя наверное большая семья у меня есть двоюродная сестра вероника и двоюродный брат марчин конечно у меня есть также тетя и дядя это не маленькая но и небольшая семья она средняя у тебя есть бабушка или дедушка да но у меня есть только одна бабушка и один дедушка потому что родители моей мамы умерли так, но я только одна бабушка и один дедушка потому что родители моей мамы не живут понимаю понимаю а у тебя только один брат а ты машь только брата да у меня маленькая семья у меня есть брат и сестра старший брат и старшая сестра мама родственство старшего брата и старшая сестра у меня есть сын и дочь а у тебя мама сына и сына и сына и сына и сына и сына а ты у тебя есть тетя да у меня есть тетя и дядя у моего брата есть жена и ребенок у моей бабушки муж моложе ее моя бабушка моя бабушка младшего мэржа у меня есть одна знакомая и у нее подруга моложе ее у меня есть одна знакомая и она имеет младшую другую другу. У меня есть мама и папа, но у меня нет уже бабушки и дедушки, потому что они умерли. Мам мамы и татэ, но не мам уже бабчи и дедушка, потому что они не живут. Я хотел бы иметь сестру, но, к сожалению, у меня нет ни старшей, ни младшей сестры. Хочу бы иметь сестру, но, к сожалению, у меня нет ни старшей, ни младшей сестры. У моей мамы нет братьев и сестер, и у моего папы тоже нет. Поэтому у меня нет ни дяди, ни тети, ни двоюродного брата, ни двоюродной сестры. Моя мама не ма родзењства, и муј тата тэш не ма. Вијц ја не мам ани вујка, ани циоци, ани кузына, ани кузынки. У меня есть только старши брат, но у него еще нет жены. Мам только старшего брата, але он еще не ма жены. К счастью, у меня есть одна подруга, Елена. На счастье, мам една пријачуўка, Елене. У меня нет собаки, но у меня есть кот, азот. Не мам пса, але мам кота, азота. У меня нет мужа и ребёнка. Не мам мэрза и децка. У неё нет ни подруги, ни однокласницы. Она не ма жадной пријачуўки, ани колешанки. У тебя нет друга. Не ма ж јас пријачела. У вас нет ни собаки, ни кота. Не ма ће пса, ани кота. У них нет ни братьев, ни сестер. Они не мај јас родзењства. У тебе јас фотография брата? Маш взбијтие брата? Да, пожалуйста. Так, прошэ. Йај, јас красивый. Йај, јас пристойный. Да, јас красивый. А я нет? Так, јас пристойный. А я не јас там? Йај, јас јас умный, симпатичный, трудолюбиј, открытый. Йасне, јас јас. Йасне, јас 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 мандры, симпатичный, працовиты, отварты. Йасне, јас идеален. Йасне, јас идеален. Йасне, јас идеален. Йасне, јас јас идеален. Например, сегодня ты немного скушный, закрытый и грустный. Например, сегодня ты немного скушный, закрытый и грустный. Потому что я устал. Бо јас там смэчоны. А как думаешь, какой мой брат? А как думаешь, какой мой брат? Думаю, он очень классный. Мяшне, јас ест бардзо файны. Нет, он глупый, несимпатичный и ленивый. Не, он јас глупый, несимпатичный и ленивый. Ты его, наверное, не любишь. Хыба го не любишь. А у тебя есть фотография сестры? А ты масш zdjęтие сёстры? Да, пожалуйста. Это моя сестра. Так, прошэ. То моя сёстра. Думаю, она очень красивая, как ты. Мэшле, жэээс бардзо ладна. Так як ты. Стройная, высокая, очень привлекательная. Шчупуа, высока. Бардзо атракцыйна. И умная, как я. И интеллигентна, так як я. Я живу в Варшаве, на улице Замяны 23. Мешкам в Варшаве, на улице Замяны 23. Снимаю одну маленькую комнату у семьи. Я люблю эту квартиру, потому что всё близко. Метро, автобусная и трамвайная остановка. Метро, пристанек автобусовый и трамвайовый. Большой магазин. Душий склеп. И прекрасная итальянская пиццерия, где есть моя любимая пицца с сыром и оливками. Близко есть также бассейн, студенческий клуб. Близко есть также бассейн, клуб для студентов. Супермаркет и пекарня, где покупаю вкусный хлеб. Супермаркет и пекарня, где покупаю вкусный хлеб. Недалеко живет моя девушка Ивона. Недалеко живет моя девушка Ивона. С левой стороны от улицы Замяны есть общежитие для студентов. Там живет мой хороший друг, Войтек. По левой стороне от улицы Замяны есть академик для студентов. Там живет мой добрый коллега, Войтек. Очень близко от общежития есть спортзал, где я часто тренируюсь, а также кинотеатр и кафе Релакс, где я покупаю вкусный кофе-латте. Очень близко от академика есть силовая, где я часто учусь, и кино и кафиарня Релакс, где я покупаю вкусный кофе-латте. С правой стороны есть маленький парк и ресторан. Здесь я и мои друзья обедаем по выходным. К сожалению, мой университет находится далеко, но я могу туда ехать на трамваи или на метро. К сожалению, мой университет находится далеко, но я могу там ехать на трамвае или на метро. Извините, где находится вокзал? Где находится вокзал? Прекрасно. Где находится дом? Вокзал? К сожалению, не знаю. Я не живу здесь. Дворец? Нистем, не знаю. Не живу здесь. Да, прошу идти прямо 10 минут до улицы Маршалковской, а потом повернуть налево и идти прямо. Так, прошу идти просто 10 минут до улицы Маршалковской, а потом скрэчить в лево и идти просто. Вокзал с левой стороны. Дворец есть по левой стороне. А это далеко? У меня большой багаж. А что это далеко? У меня большой багаж. Да, немного далеко. Так, немного далеко. Вы можете поехать на трамвай номер 9. К сожалению, я не знаю, где трамвайная остановка. Наступно, не знаю, где есть трамвайная остановка. Близко. Поверните здесь направо. Близко. Прошу тут скрэчить в право. Это остановка с правой стороны улицы. Тен пристанек есть по правой стороне улицы. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Близко. Банк есть по правой стороне. Извините, где находится аптека? Прzepraszam, где есть аптека? Аптека тут недалеко, с левой стороны. Аптека есть тут, недалеко, по левой стороне. Где ты живёшь? Где ты живёшь? На улице Mickевича. А где это? А где это? Очень близко от центра. Очень близко до центра. В университет я иду пешком 15 минут или еду на велосипеде. А ты? В университет я иду пешком 15 минут или еду ровером. А ты? Я живу на улице Банаха. Я мешкам на улице Банаха. Это, к сожалению, около 10 километров от центра. Это, к сожалению, около 10 километров от центра. Это далеко. А на чём едешь домой? А ты? Я еду на автобусе, на такси или на поезде. Я еду на автобусе, на такси или на поезде. На поезде? Почему не на метро? Почему не на метро? Поездом? Почему не метром? Потому что там нет метро. Потому что там нет метро. Потому что там нет метра. А, я забыла. А ты знаешь, что Доминика тоже живет на улице Банаха? А, ты знаешь, что Доминика тоже живет на улице Банаха? Да. И на чём она едет? Так. И чем едет? На скутере. Скутером. На чём ты едешь домой? Я еду на велосипеде. Чем едешь до дома? Я дэ ровером. Да. Вы едете в Гданск на поезде? Нет. Мы летим на самолете. Едете до Гданска по цемьем? Нет. Лечимы самолотем. Я еду пешком в университет, а в школу польского языка еду на автобусе. Я еду домой на обед, а потом иду к однокласснику. Я еду домой на обед, а потом иду к однокласснику. На чём ты едешь домой? Я еду на трамвайе. Чым едешь до дома? Я дэ трамвайем. Мы идем в бар. Идемы до бару. Вы едете в кино? Едете до кино? Куда вы идете? Я еду в парк. Где пани идете? Идем до парку. Привет. Я Доминика и живу в Польше, в Краковой. Мој обшежитие немного далеко от центра, но у меня есть велосипед. Я еду на велосипеде в университет, в польску школу и в парк. На машине я еду только в магазин или в торговый центр, потому что там я покупаю много вещей. Когда у меня проблемы с велосипедом, я вынуждена ехать на автобусе. До центра Кракова, в кино и в клуб, еду от 20 до 40 минут, когда есть пробки. До центра Кракова, в кино и в клубе, еду от 20 до 40 минут, когда есть пробки. К счастью, на автобусную остановку еду только три минуты. Еду пешком также в пиццерию и в кафе. На счастье, на пристанек автобусу еду только три минуты. Еду тоже пешком до пиццерии и до кафиарни. По выходным я езжу на поезде домой к семье. К сожалению, на вокзал я должна ехать на такси, потому что у меня большой багаж. Сейчас я еду в басейн, а после басейна иду в тренажерный зал. Пока. Сейчас я еду на басейн, а после басейна иду на силовню. Пока. Я живу в Варшаве, а ты где живешь? Мешкам в Варшаве, а ты где живешь? Мы живем близко от общежития. Мешкамы близко академика. Ева живет с левой стороны от торгового центра. Ева живет по левой стороне от центра. Они живут в центре. Они живут в центре. Привет, я Алан. Ты откуда? Привет, я Алан. Сканд ты? Привет, я Виктор. Я из Словакии. Ты тоже студент. Привет, я Виктор. Я из Словакии. Ты тоже студент? Да, я изучаю медицину. Так, студую медицинę. Где ты учишься? Где студуешь? Тут, в Варшаве, в университете. Медицина – это сложное направление. Ты любишь много учиться? Медицина – это трудный керунок. Любишь się dużo учить? Нет. Да, люблю. А ты что изучаешь? Так, люблю. А ты что студуешь? Я изучаю экономику. Тоже в университете. Я изучаю экономику. Тоже на университете. У тебя часто лекции? Да, ежедневно. Я тоже должен хорошо учиться, потому что у меня есть стипендия. А где ты занимаешься? В общежитии или в библиотеке? Я часто занимаюсь в библиотеке. Сейчас тоже, потому что у меня экзамен по маркетингу. Я часто учусь в библиотеке. Сейчас тоже, потому что у меня есть экзамен с маркетингу. А когда у тебя экзамен? У меня экзамен в пятницу. Экзамен мам в пятницу. О, это мой профессор. Извини, я должен идти на лекцию. О, это мой профессор. Прzepraszam, я должен идти на лекцию. Что ты изучаешь? Что ты изучаешь? Я изучаю механику в политехническом институте. Она изучает финансы и международные отношения. Она изучает финансы и стасунки международные отношения. Что вы изучаете? Что вы изучаете? Мы изучаем управление и медицину. Они изучают информатику в частном ВУЗе. Они изучают информатику в частном ВУЗе. Павел изучает право и управление. Павел студиюе право и администрации. Меня зовут Петр. Я студент второго курса. Я изучаю право в университете. Я изучаю право в университете. В университете я много учу историю, но не учу математику. На студиях много учу историю, но не учу математики. Моя сестра Анна – ученица. Она ходит в школу. Она хочет изучать информатику, поэтому много занимается математикой и физикой. Анна и я изучаем также французский язык. Анна и я учимы себя языка французского. Мы ходим на курсы. Мы любим учиться у нашей учительницы. Что ты учишь? Я учу географию. Чего ты учишь? Учу географию. С кем ты учишь историю? Я учу с моей подругой. С кем ты учишь историю? Учу с моей подругой. Сегодня я учу физику, а завтра химию. Дише учу физики, а завтра химию. Ты любишь учить польский язык? Любишь учить себя языка польского? Они не любят учить математику. Привет, я Анна. Привет, я Анна. Привет, я Татьяна. Кто ты по профессии? Я учитель. Я учитель. Я учитель. Учитель? А что ты преподаешь? Я преподаю математику и физику в школе. А ты кто по профессии? Учитель. И физику в школе. А ты? Кисти? Кістиецу? Я учитель. Я учитель. Я изучаю английскую филологию. Я хочу быть переводчицей. Я изучаю английскую филологию. Я хочу быть переводчицей. Это тяжелое направление. Это тяжелый направление? Да, очень. Надо много учиться. Что вы изучаете? Мы изучаем философию и юриспруденцию. Что вы изучаете? Мы изучим математику и физику. Я изучаю экономику. Я изучаю экономику. Я работаю в университете. Игорь обсуждает контракт. Игорь договорит контракт. Надя рисует красивые картинки. Студенты копируют записи. У меня нет зачетной книжки. Не имею индика. Сегодня нет учителя физики. Сегодня нет учителя физики. Сегодня нет учителя физики. У нас ученые учебные. В класе нет ученика, но есть учитель. Завтра нет уроков. Завтра нет уроков. Завтра нет уроков. Есть Анна? Нет, ее нет. Завтра нет уроков. Есть Анна? Нет, нет уроков. Где Рафа? Может на работе? Дома его нет. Где Рафа? Может в работе? В доме его нет. Игорь и Филипп сегодня на занятиях? Нет, сегодня их нет. Игорь и Филипп сегодня на занятиях? Нет, здесь их нет. Помнишь меня? Нет, я не помню тебя. Помнишь меня? Нет, я не помню тебя. Я не спрашиваю ее и не спрашиваю тебя. Я Ольга. Я Ольга. Я Ольга. У меня мало свободного времени, потому что я изучаю маркетинг, а в выходные работаю в ресторане. Какой мой день? Активный. Рано утром я ем завтрак и иду в университет на занятия. Перед полуднем у меня перерыв, но только 15 минут. Я пью кофе, ем десерт. В полдень я иду в библиотеку или снова в университет, а потом ем обед и иду в парк на короткую прогулку. После полудня я еду на автобусе в языковую школу на уроки польскова. По полудню я еду автобусом до школы языковой на лекции польскова. Я там нахожусь долго до вечера. Я думаю, что поэтому я уже хорошо говорю по-польски. Вечером мы идем с друзьями в клуб или в кино. Вечером мы идем с друзьями в клуб или в кино. К сожалению, потом я еду домой и снова нужно учить. И вот уже ночь. Я ем ужин поздно ночью и иду спать. А утром я уставший. И, к сожалению, не помню, когда у меня каникулы. И, к сожалению, не помню, когда у меня каникулы. Что мы делаем в выходные? Что мы делаем в выходные? Не помнишь? В суботу мы идем в кино на польский фильм. Не помнишь? Не помнишь? В суботу идем до кино на польский фильм. А в воскресенье? А в неделе? В воскресенье мы идем в басейн и может быть в парк на прогулку. В неделе идем на басен и может до парку на спacer. Но в басейн мы идем завтра и в понедельник. Но на басен идем в утро и в понедельник. Ты хочешь быть спортивным? Окей, идем завтра в воскресенье и в понедельник. Окей, идем завтра, в неделе и в понедельник. А знаешь, что сейчас неделя культуры? Ежедневно что-то интересное. В воскресенье и в среду концерт, в четверг вернисаж, а в пятницу новый спектакль. В воскресенье и в среду концерт, в четверг вернисаж, а в пятницу новый спектакль. А ты знаешь, что я не люблю культуру? Знаю, но ты любишь меня. Идем? В порядке, идем. В порядке, идем. Привет, Олег, как дела? Привет, Олег. Что слышать? Спасибо, хорошо. А у тебя? В порядке. Который сейчас час? У меня нет телефона. В порядке. Который сейчас час? У меня нет телефона. А часов у тебя нет? А загарка не мажь? Тоже нет. Тоже нет. Тоже не мам. Сейчас ровно двенадцать. Есть двенадцать. Что? Двенадцать? У нас сейчас урок. Что? Двунаста? Маме тараз лекции. Спокойно. Нет. Сьогодня втурник. Спокойно. Не маме. Єст втурек. А во сколько начинается сегодня урок? А о которой начинается сегодня лекция? В двенадцать тридцать. О двунастой тридцать. Ну да. У меня нет календаря, и я не помню, какой план на сегодня. Но так. Не мам тэш календаря, и не памятам, який ест план на дзисяй. Сейчас скажу. В два заканчивается урок польского, потом перерыв до двух пятнадцати. З двух пятнадцати до трёх математика. От второй пятнадцати до трёх математика. В три тридцать мы идём в музей. О трёх тридцать идём в музеум. А может ты хотел бы пойти вечером в клуб? Нет. А может, ты хотел бы идти вечером в клубе? Конечно, но в пять я иду в басейн, а в шесть у меня короткая встреча. А во сколько ты можешь? В восемь. А о которой можешь? О в восемь. Это мой первый день в Польше. То есть мой первый день в Польше. Это мой пятый урок польского. Это моя пятая лекция польского. Это наша первая встреча. Это наша первая встреча. То есть наше первое встреча. Ты шестой в списке, а она девятая. Ты шестой в списке, а она девятая. Суббота – это мой выходной день. Я не иду ни на работу, ни в университет. Не работаю, не учусь, не учу, только отдыхаю. Я не работаю, не учусь, не учусь, только отдыхаю. Встаю около десяти. Потом моюсь и одеваюсь. Потом мыюсь и уберем. Готовлю большой завтрак. Ём три бутерброда, фрукты и пью кофе. Робие душе шнадание. Ём три канапки, овоцы и пью каве. Ём три канапки, овоцы и пью каве. Гуляю, звоню маме и подружке. Спасерую, дзвоню до мамы и до приятелки. Возвращаюсь домой после полудня около тринадцати. Слушаю музыку, читаю книгу или смотрю телевизор. Слушаю музыку, читаю книгу или смотрю телевизор. Потом сижу за компьютером. Потом сижу при компьютере. Читаю статьи. Читаю артикулы. Вечером красусь, потому что иду в паб с друзьями. Вечером малуюсь, потому что иду в паб с друзьями. Возвращаюсь домой на такси и иду спать около двух часов ночи. Мы закончим завтрак и идем на прогулку. Я закончу перерыв в 15.00. Мы можем начинать экзамен? Мы можем начинать экзамен? Мы можем начинать экзамен? Начинаем уроки в 8 утра. Начинаем лекцию в 8 утра. Когда ты начинаешь учебу? Когда ты начинаешь учебу? Когда ты начинаешь учебу? Я начинаю есть обед. Начинаю есть обед. Она заканчивает писать этот эмейл. Она заканчивает писать этот эмейл? Привет, Юрий. Привет, Юрий. Привет, Каролина. Я иду в бассейн. Ты идешь? Нет, я никогда не ходу в бассейн. Не люблю. Нет, я никогда не ходу в бассейн. Не люблю. А ты как часто ходишь в бассейн? Очень часто. Почти ежедневно. Очень часто. Почти ежедневно. В выходные тоже? В выходные тоже? В weekend тоже? Нет, в выходные обычно ходу в кино или в паб. Не, в выходные обычно ходу в кино или в паб. Я редко ходу в паб. Не люблю. Я редко ходжу в паб. Не люблю. А ты что любишь? А что любишь? Люблю ездить на велосипеде. Люблю ездить на ровер. Езжу 12 километров от дома до школы. Езжу 12 километров от дома до школы. В выходные тоже часто езжу. В weekend тоже часто езжу. Я тоже иногда езжу на велосипеде в школу. Я тоже иногда езжу на велосипеде в школу. А ты куда обычно ездишь в выходные? А где обычно ездишь в weekend? В парк, в центр. До парку, до центру. Время от времени езжу на велосипеде к однокласснице. От часу до часу езжу ровером до колежанки. Сейчас тоже еду. Сейчас тоже еду. Ага, тогда до свидания. Аня очень любит красиво одеваться. Аня очень любит красиво одеваться. Ежедневно в школу она надевает блузку, свитер, брюки, носки и кеды. На цодзень до школы заклада блузки, свитер, сподни, скарпетки и трампки. Когда жарко, она носит кепку и очки. Сегодня она одета в платье. Дише есть убрана в сукенке. Пани Моника работает в офисе. Ежедневно она надевает жакет, рубашку, юбку и туфли на высоком каблуке. Сегодня она одета в платье и босоножки. Дише есть убрана в сукенке и сандауы. Адам в школу надевает шорты, рубашку и спортивную обувь. Адам до школы заклада споденки, кошельки и спортивные буты. Когда важный день в школе, он надевает костюм. Кеды ест важный день в школе, заклада гарнитур. Женщины на работу надевают жакет, рубашку, юбку, колготы и туфли на высоком каблуке. Женщины на работу надевают жакет, кошельки, споднику, райстопы и буты на высоком каблуке. Мужчина на работу носит костюм, галстук, рубашку и туфли. Мужчина на работу носит гарнитур, крават, кошельки и буты. Я одета в блузку, свитер, брюки и спортивную обувь. В магазине одежды я покупаю рубашку, юбку, платье, костюм, брюки и шорты. В магазине одежды я покупаю кошелы, споднику, сукинку, гарнитур, споднику и споденку. О, привет! О, привет! Привет, Дарья! Что там? Что нового? Покупаю одежду и, как обычно, у меня проблема. Купую убраня и, как обычно, у меня проблема. Могу тебе помочь. Я очень люблю покупать одежду. Могу тебе помочь. Могу тебе помочь. Очень люблю покупать одежду. Это прекрасно. Это прекрасно. Это прекрасно. Что покупаешь? Юбку или платье. Сподница или сукинку. По какому случаю? На каком оказе? Без случая. На работу. Это платье отличное. Может примиришь? Смотрим, как ты выглядишь. Смотрим, как ты выглядишь. И что? Тебе нравится? И что? Тебе нравится? И что? Подоба тебе себя? Наверное нет. Цвет. Цвет в порядке, но что-то мне не нравится. Хаба не. Колор есть в порядке, но что-то мне не нравится. Мне тоже не нравится. не смотрим. Я не смотрю хорошо. Мне тоже не нравится. Не смотрю хорошо. Тогда идем в другой магазин. То идем до другого магазина. Как я смотрю? Как я смотрю? Ты выглядишь прекрасно. Выглядишь прекрасно. Ты выглядишь плохо. Выглядишь плохо. В этом свитере я выгляжу ужасно. В этом свитере выглядам окропнее. В платье и на шпилках женщины выглядят элегантно. В сукице и шпилках kobiety выглядят элегантно. Я не знаю, как она выглядит. В сожалению, я не знаю, как она выглядит. Нестой. Не знаю, как она выглядит. Мне нравится юбка, но я могу купить только блузку. Ему нравятся коричневые туфли? У тебя красивые брюки. У тебя красивые брюки. Внимание! Только сегодня у нас акция на всю одежду. Сегодня у нас акция на все одежду. Внимание! Блузки, рубашки, пиджаки, брюки, носки, юбки, платья, трусы, бюстгальтеры, галстуки, шапки, шляпы. Все по привлекательным ценам. Внимание! 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 Все в атrakcyjных ценах. Можно также купить бижутерию, кольца, браслеты, бусы, сережки и часы. Можно также купить бижутерию, кольца, браслетки, кораллы, колчки и загарки. Приглашаем. Запрашаем. Что ты покупаешь? Я часто покупаю кофточки в фирменных магазинах в торговом центре. Что ты покупаешь? Я часто покупаю блузки в марковых магазинах в торговом центре. Она обычно покупает брюки в любимом магазине. Она обычно покупает сподни в любимом магазине. Мы покупаем платья, не дюбки. Мы покупаем суперки, не споднице. Где вы обычно покупаете обувь? Где zwykle купуете буты? Это Оливия. Это Оливия. Она изучает режиссуру в киношколе в Лодзи. Она играет на саксофоне и ударных. Гра на саксофоне и на перкуси. Интересуется футболом. В свободное время занимается плаванием и боксом. В вольном часе управья плывание и бокс. Это Виталий и Алекс. Они учатся в Академии физического воспитания. Они студуют на Академии выхования физического. Играют в баскетбол и компьютерные игры. Грают в кошековки и игры компьютерные. Интересуются волейболом. В свободное время занимаются каратэ и бегом. В волном часе управляют каратэ и бегание. Это Марек. То есть Нарек. Он учится в Варшавском политехническом институте. Он студиюе на политехнице варшавской. Будет путешествие и дзюдо. Любит путешествие и дзюдо. Интересуется спортом и политикой. В свободное время занимается фотографией. Это Йен Ису. Они учатся в Музыкальном Университете. Любят польское кино и театр. Любят польское кино и театр. Интересуются классической музыкой. Интересуются музыкой классической. В свободное время занимаются готовкой и ведением кулинарного блога. В свободное время занимаются готовкой и писанием кулинарного блога. Девушки часто интересуются модой. Мой парень занимается гандболом. Ты занимаешься спортом? Да, я занимаюсь баскетболом. Каким спортом ты занимаешься? Я занимаюсь дзюдо. Я занимаюсь каратэ и люблю плавание. Тренуя каратэ и люблю плавание. Чем ты занимаешься в свободное время? Я занимаюсь готовкой и чтением. Мой брат ходит в музыкальную школу и учится играть на трубе и ударных. Мой брат ходит в музыкальной школе и учится играть на трубке и перкуссии. Да, только я играю на фортепиане и скрипке. Это интересно, но наверное очень трудно. Да, и к сожалению, когда мы занимаемся, в доме очень шумно. А ты играешь на чем-нибудь? А ты играешь на чем-нибудь? Нет, я не играю ни на каком инструменте. Не, не играю на любом инструменте. Я играю только в футбол, волейбол и баскетбол. Только в футбол, волейбол и баскетбол? Только в футбол, волейбол и баскетбол? Конечно, я также играю в теннис и хоккей. Конечно, я также играю в теннис и хоккей. Удивительно, ты очень спортивный. Ты играешь с коллегами? Нет, я играю сам, дома на компьютере. Надя хорошо играет в теннис и баскетбол. Надя хорошо играет в теннис и хоккей. Ее брат любит играть в шахматы и футбол. Ей брат любит играть в шахы и пиуку ножную. Алекс играет на скрипке и на саксофоне. Алекс игра на скрипцах и на саксофоне. Во что ты играешь? Я играю в теннис. В чем играть? Грам в тенниса. На чем ты играешь? Я играю на флейте. На чем играть? Чем ты интересуешься? Спортом. Занимаюсь баскетболом. Спортом. Управим кошековку. А как часто ты играешь в баскетбол? Супер. А как часто играешь в кошековку? Несколько раз в неделю играю в спортивном клубе. А как долго ты играешь? А как долго играешь? Я играю три года, а ты занимаешься спортом. Я играю три года, а ты занимаешься спортом? Я занимаюсь боксом. Управим бокс. Часто у тебя тренировки? Часто масш тренинг? Ежедневно. Кодзенне. Ежедневно я играю на гитаре. Кодзенне я играю на гитаре. Три раза в неделю у меня уроки игры в тенис. Три раза в неделю у меня уроки игры в тенис. Раз в месяц я смотрю бокс по телевизору. Раз в месяц я смотрю бокс по телевизору. Регулярно бегаю. Часто играю в волейбол. Обычно я плаваю по четвергам. Я редко занимаюсь спортом. Рзадко управляю спорт. Я никогда не читаю книг о путешествиях. Никогда не читаю книг о путешествиях. Моя однокурсница играет на скрипке три года. Моя колежанка игра на скрипцах три года. Я играю в баскетбол всего восемь месяцев. Грамм в кошекуфке только восемь месяцев. Я бегаю регулярно уже год. Бегам регулярнее уж рок. Как долго ты занимаешься боксом? Недолго, всего пять недель. Как долго тренуешь бокс? Недлого. Доперо пять тыгодни. Я очень люблю играть с вами в футбол. Бардо любя играть с вами в пиулку ножную. Ты идешь со мной в басейн? Я думаю, что Виктор ею заинтересован. Мысли, что Виктор есть нею заинтересованы. Это тренер из Англии. Мы учимся с ним играть в гольф. Я могу пойти с тобой в тренажерный зал? Могу ищу с тобой на силовню? Меня зовут Сильвия. Я Сильвия. Моя любимая танцовщица, Анна Рос из Канады. Моя любимая танцовщица, Анна Рос из Канады. Она невероятна. Я всегда смотрю ее выступления. Я всегда смотрю ее выступления. Я хотела бы быть такой, как она. Я хотела бы быть такой, как она. Она очень известна во всем мире. Она очень известна во всем мире. Моя подруга, Иза, хотела бы изучать актерское мастерство. Моя подруга, Иза, хотела бы изучать актерское мастерство. Она хотела бы быть такой великой актрисой, как Мэрил Стрип. Она учит иностранные языки и ходит на курс актерского мастерства. У моего парня Петра другая страсть. Мой хлопак Петр Он хочет быть такой, как Леонел Месси, Неймар или польский футболист Роберт Левандовский. Он хочет быть такой, как Леонел Месси, Неймар или польский футболист Роберт Левандовский. Каждый из них гениален и, конечно, очень богат. Меня это раздражает, потому что я не являюсь фанаткой футбола. У моей мамы, Хелены, нет своего кумира, но когда она была ребенком, хотела быть певицей. Моя мама, Хелены, не имеет своего кумира, но когда она была ребенком, хотела быть певицей. А ты любишь кого-нибудь сильного? Ищешь всякую информацию о нем? Шукашь всех информаций о нем? Хочешь быть таким, как он? Моя сестра хотела бы выглядеть, как известная немецкая модель. Моя сестра хотела бы выглядеть, как знана немецкая моделька. Мои однокурсницы хотели бы быть такими, как я. Мои коллеги хотели бы быть такие, как я. Ты хотела бы жить так, как известные люди. Ты хотела бы жить так, как знанные люди? Ты хотела бы петь, как Леди Гага. Хчела бы спевать, как Леди Гага? Мой брат ничего не делает, только сидит в интернете и следит за каждым шагом этого своего кумира. Мой брат ничего не делает, только сидит в интернете и смотрит каждый шаг этого своего кумира. Он настоящий фанат. Есть правдивым фаном. Кто это? Кто это? Какой-то американский певец. Какой-то американский певец. По-моему, звезда одного сезона. Вгод мне, звезда одного сезона. У каждого есть кто-то, кто его восхищает. В этом нет ничего плохого. Почему ты нервничаешь? Это ничего плохого. Почему ты нервничаешь? Потому что я тоже должна слушать эту музыку и должна смотреть его фотографии. Потому что я тоже должна слушать эту музыку и должна смотреть его фотографии. Они во всем доме. Сау в целом доме. И он коллекционирует все гаджеты. Плакаты, ручки, кружки. И коллекционирует все гаджеты. Плакаты, дугописы, кубки. По-моему, это слишком. Моим здаем, то за dużo. Плакаты, когда-нибудь я тоже ritPU велик. А у него уже есть его автограф. А уже есть его автограф? А а у него уже есть его автограф. Он уже есть его автограф? Может быть, после концерта он поменяет кумира? Может, по концерте сменит идола? По-твоему, это возможно? Конечно! По-твоему, это возможно? Конечно! Не знаю, но это правда глупо. Не знаю, но это правда глупо. А по-моему, классно. По-моему, каждый человек хочет иметь авторитет. Ведуг мне, каждый человек хочет иметь авторитет. Кто, по-вашему, сейчас популярен среди молодых людей? По-моему, карьера модели трудна. По-моему, карьера модели трудна. По-вашему мнению, это звезда одного сезона? По-моему, это звезда одного сезона? По-моему, этот футболист делает большую карьеру. Почему у тебя так много фотографий этого баскетболиста? По-моему, я его фанат. По-моему, я его фанат. По-моему, ты любишь этого певца? По-моему, ты любишь этого певца? Люблю, потому что он прекрасный и у него отличные концерты. Каждый, когда был подростком, имел своего кумира. Каждый, когда был подростком, имел своего кумира. Был им прекрасный спортсмен, красивая модель, известная актриса, прекрасный музыкант, мудрый ученый. Каждый, когда был подростком, имел своего кумира. певец марик kiedy miał 15 лет chciał być jak znany polski пёсенkarz он одевался так как он слушал его музыку смотрел все концерты и мил его фотографии плакаты и диски убирал się так как он слушал его музыки oglądał wszystkie концерты miał его zdjęcia плакаты и плыты пётр когда ему было 17 лет был восхищен polskim волейболистом пётр kiedy miał 17 лет был зафасcyнованы polskim siatkarz имел его автограф и футболку мил его автограф и кошулька смотрел все матчи писал ему письма oglądał wszystkie mecze писал до него listy марта когда ей было 6 лет хотела быть как кукла барби потом обожала селен гомес а когда была подростком модель наеми кэмпбелл модель наоми кэмпбелл и Занималась спортом, потому что хотела иметь фигуру, как у Наоми. Управяла спорт, бо хчала иметь фигуру, як Наоми. Делала много фотографий, смотрела показы мод и училась ходить как модели. Мы были на показе танца. Когда я была ребенком, я любила певцов. Когда я была ребенком, я любила певцов. Когда мне было пять лет, я хотел быть суперменом. Мы были на баскетбольном матче. Когда у меня есть свободное время, я люблю пользоваться интернетом. Когда я был свободный, я люблю пользоваться интернетом. Когда я была в одном месте, за компьютером, я могу читать статьи, смотреть фильмы и проводить время в социальных сетях. В одном месте, при компьютере, могу читать артикулы, слушать фильмы и спать время на портале общественных. У меня там своя страница и много знакомых. Мы не можем встречаться каждый день, но я могу быть с ними ВКонтакте, потому что мы разговариваем в чате. Я люблю смотреть фотографии знакомых и писать комментарии. Могу также загружать фотографии с путешествий и вечеринок. Хочу также зарегистрироваться в Twitter и комментировать интересные посты других людей. Сейчас у меня нет времени, но мы можем поговорить в чате. Сейчас у меня нет времени, но мы можем поговорить на чате. Свободное время я провожу в социальной сети. У тебя нет времени, но есть время комментировать эти фотографии. У меня нет времени, но есть время комментировать эти фотографии. У меня нет времени на тренировку. Как ты проводишь свободное время? Как ты проводишь свободное время? Я не проводишь время в интернете. Не проводишь времени в интернете. Регистрирую аккаунт в сети ВК. Закладаю кonto на портале ВК. Люблю комментировать фотографии друзей в Инстаграме. Люблю комментировать фотографии друзей в Инстаграме. Пётр пишет комментарии на моей странице. Пётр пишет комментарии на моем профиле. Я комментирую статью на интернет-сайте. Я загружаю фотографию на своем блоге. Вставям zdjęcie на моем блогу. Я веду блог о моде. Провадzę блог о моде. У тебя классное фото в профиле. Масш файне zdjęче профилове. В прошлую суботу я и мои подруги были в торговом центре. Мы смотрели выставки и искали распродажи. Мы были в магазинах с одеждой, обувью, книгами и косметикой. В центре мы встретили однокурсников. Они хотели купить обувь. В галерии мы встретили коллегов. Они хотели купить буты. Все вместе мы пошли в кафе съесть мороженое. Вши вместе мы пошли в кафе съесть мороженое. Потом мы сделали покупки. Мы купили косметику, а они купили спортивную обувь. Мы потратили все деньги. У них было много общих увлечений. В свободное время они любили делать фотографии и путешествовать. В свободное время они любили делать фотографии и путешествовать. Также любили ходить на вечеринки и в ресторан. Разговаривали о польской еде и выставках в музее. Вчера они встретились в торговом центре. Лена любила делать покупки в торговом центре. Лена любила делать покупки в галерии. Лена любила делать покупки в галерии. Вчера она тоже сделала крупные покупки. Лена любила регулировать AFRasa. Лена даже сделала крупные покупки. Лена любила бега. Лена любила закуп Вчорай купила чарные шпильки. Юрий сказал, что шпильки красивые. 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 Это вместе 319 злотых и 99 грошей. А эти туфли... Эти туфли стоили 252 злотых. Эти туфли стоили 252 злотых. И еще новое пальто? Сколько ты заплатила? И еще новое пальто. Сколько ты заплатила? Пальто было дорогим. Я заплатила 501 злотых. Плажко был дорогим. Заплатила 501 злотых. Кася, ты потратила более 1000 злотых. Это очень много. Касю, ты заплатила более 1000 злотых. Это очень много. Я не знала. Сколько это? Это 1400. Сколько страниц в этой книге? В этой книге 500 страниц. Иле строн маа та ксёншка? Та ксёншка ма пеньсет строн. Сколько вы заплатили за туфли? Иле заплатилища за буты? Мы заплатили 199 злотых. Заплатилища за буты? Мы заплатили 199 злотых. Убранья. Одежда стоила 340 злотых. Убранья kosztowały 340 злотых. Привет, Олег. Ты сейчас живешь в Варшаве? Привет, Олег. Мешкашь сейчас в Варшаве? Привет. Да, я недавно купил здесь квартиру. Привет. Так, недавно купил здесь квартиру. Super, а какую? Super, а какие? Квартира большая. Есть зал, спальня, кухня, ванная, гардероб. Мешкание есть дуже. Есть салон, сыпиальня, кухня, лазенка, гардероба. Две комнаты и гардероб действительно удобная. А балкон? Два покоя и гардероба. Это действительно удобно. А балкон? Да. У меня нет балкона, но есть красивая терраса. Не мам балкону, но есть красивый терраса. Есть терраса? Так ты живешь на последнем этаже? Машь террас? То mieszкашь на ostatнем пятре. Да, это правда. Я живу на шестом этаже. Так, то правда. Мешкам на шестом пятре. У тебя тоже есть квартира в Варшаве? Я снимаю однокомнатную квартиру. Я вынаймую кавалерку. Моя спальня, зал и столовая это, к сожалению, одна комната. Моя спальня, зал и ядальня это, к сожалению, один покой. Почему, к сожалению? Не надо много убирать. Но у меня мало места и большой беспорядок. А на каком этаже ты живешь? А на котором пятре mieszкашь? Я живу на первом этаже. Приглашаю. Спасибо. Мешкам на партере. Запрошам. Прекрасно. С удовольствием приду. Швятнее. Хэтнее прийду. В какой комнате ты живешь? В котором покою mieszкашь? На каком этаже находится ресторан? На котором pięтре znajduje się ресторан? На каком месте находится спортсмен? На котором miejscу есть спортсмен? Какой это этаж? КТОРе то есть пентро? Я обожаю свою новую квартиру. Увелбим моё новое mieszкание. Я сам купил всю мебель. Сам купиłem wszystkie мебель. В кухне ежедневно завтракаю, поэтому там есть холодильник, плита, стол и стул. В кухне я ем шнадание, поэтому есть там лодовка, кухня, стул и кресло. В спальне есть кровать, шкаф и маленькая лампа. В сыпialni есть лужko, шафа и маленькая лампа. В зале я люблю отдыхать, поэтому там есть диван, кресло и висят две картины. в кабинете я ежедневно работаю. в кабинете цодзенне працуе. Поэтому там много мебели. Длятегу ест там дужо мебли. мебли. письменный стол и стул, компьютер, кресло и маленький столик. мебли. Есть бюрко и кресло, компьютер, фото и маленький столик. есть также комод и книжная полка. Есть тоже комода и полка на книжки. В ванной комнате сейчас есть только ванна, но я хочу иметь также душ и большое зеркало. лусты. У меня также есть большой балкон, где стоят цветы и велосипед. мебли. тоже большой балкон, где стоят квиаты и ровер. Раньше я снимал комнату у семьи. Вчера вынаймоваем покой при родине. Комната была маленькой, но была в центре. покой был маленький, но был в центре. И у владельцев была классная дочка Ева. И владельцы имели хорошую дочь. Эвэ. Сейчас у меня три комнаты, а Ева моя жена. Сейчас у меня три покоя, а Ева есть мою жену. Моя комната большая и разноцветная. Мой покой есть большой и колорой. У меня много мебели и различных вещей. Мам много мебли и разных вещей. В центре стоит большая кровать и кресло. На środку стоит дуже лужко и фотел. На кровати лежат подушки и плед. На лужку лежат подушки и кок. на стене висит большой плакат моей любимой группы. На стене висит большой плакат моего любимого зеспоу. С правой стороны письменный стол. письменный столе лежит мой ноутбук. На письменном лежи муј лаптоп. С левой стороны шкаф для одежды. шкафа на убраня. А у окна стоит большая зеленая лампа. лампа. В свободное время я занимаюсь фотографированием, поэтому в комнате везде стоят, висят, лежат фотографии. Убраня. В волным часе займуј се фотографуванем, вјц в покоју всјдзе стој, висзо, лежој фотографии. Где нахођеце веши? Где сао речи? лампа стојт на столе. Лампа стој на столе. Ковјр лежит на полу. Дыван лежи на подводзе. Картина висит на стене. Где објр виси на стеане. Книга лежит на столе. Ксюшка лежи на столе. В шкафу нахојцца пальто. В шафе лампа. и лежат документы. На биорку стоит лампа и лежат документы. Справа стоит кресло. По правой стороне стоит фотель. Слева стоит диван. По левой стороне стоит канапа. В центре лежит ковер. На środку лежит диван. Зонт стоит у стены. Парасоль стоит на стене. На потолке висит старая лампа. На суфите висит старая лампа. Какая твоя квартира? Какое есть твоё mieszкание? Моя квартира маленькая, но светлая и комфортная. Моя mieszkanie jest małe, ale jasne i komfortowe. Какой дом родителей Сары? Какой дом родителей Сары? Какой дом родителей Сары? Який есть дом родителей Сары? Их дом большой и современный. Их дом есть дуже и новочесный. Какая новая комната Бориса? Який есть новый покой Бориса? Комната Бориса еще не меблированная. Комната Бориса еще не меблированная. Дедушка, кто на этой фотографии? Это ты, когда был молодым? Дедушка, кто есть на этом фотографии? Это ты, когда был молодым? Нет, это не я. Это мой папа и твой прадедушка Юзеф. Ему здесь, наверное, 20 лет. Не, это не я. Это мой папа, а твой прадедушка Юзеф. Он, наверное, 20 лет. Папа родился в 1921 году возле Вроцлава. Не ходил в гимназию, ни в лицей, ни в университет. Не ходил в гимназию, ни в лицей, ни в университет. Почему? Почему? Он закончил несколько классов начальной школы и был вынужден работать в поле. Но любил читать книжки. Но любил читать книжки. Также писал красивые истории. Писал тоже красивые истории. А как прадедушка познакомился с прабабушкой? А как прадедушка познакомился с прабабушкой? Когда-то в субботу вечером всегда были танцы. Кедысь в субботу вечером zawsze были танцы. Вечеринки? Да, сегодня можешь говорить «вечеринка». Так, dzisiaj можешь mówить «импреза». Там дедушка влюбился в бабушку. Там дедушка влюбился в бабушку. Спустя три месяца была свадьба Три месяца? Так быстро? Три месяца? Так быстро? Да, мои родители были вместе 50 лет Так, мои родители были вместе 50 лет Невероятно, а что потом? Несамовите, а что потом? Потом был солдатом Потом был жоунижем Когда он уехал, воспитывала меня мама и бабушка Когда выехал, выховывала мне мама и бабушка А папа вернулся домой, когда мне уже было 6 лет А тата вручил до дому, кеды я юж мяоэм 6 лаат Начал работать водителем И когда ему было 70 лет, вышел на пенсию К сожалению, он умер 10 лет назад Жаль, что я его не знал Шкода, что я его не знал Шкода, что я его не знал Какое сегодня число? Ктурый есть сегодня? 6 июня Я помню, что через две недели у тебя день рождения Памятам, что за два тыгодни масш уродзины, правда? По-моему, 26 Нет 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 Нет? Тогда какого? Нет? То которого? Вчера у меня был день рождения Вчера у меня был день рождения Вчера я была уродзина 5 июня? Прости, я забыла Всего самого наилучшего 5 июня 5 июня Прости, я забыла Всего самого наилучшего Спасибо, а когда у тебя день рождения? 2 декабря 2 декабря А может, хочешь пойти на кофе? Я приглашаю 2 декабря А может, хочешь пойти на кофе? Я приглашаю В пятницу или в суботу вечером? В пятницу или в суботу вечером? В пятницу или в суботу вечером? В пятницу, 13 июня У меня прием у стоматолога А 14 иду на курс английского В пятницу, 13 июня Мам визыту у дентысты А 14 июня Иду на курс английского Я могу также в понедельник 16 Я могу также в понедельник 16 Окей, тогда 16 июня в 16 Я очень долго шла здесь, а ты как долго шел? Очень долго шла здесь А ты? Как долго шел? Нет, Марика Пошел к приятелю Магда пошла с ним Они пошли в кино, а они пошли в клуб Я уже вышла из дома, а ты уже вышел с работы? Привет, Славик, все в порядке? Ты плохо выглядишь Потому что плохо себя чувствую Наверное, я заболел У тебя что-то болит? Да, у меня болит живот И мне не хорошо Так, болит мне брюх И ест мне недобро Может ты ел что-то несвежее? Может ты ел что-то не-свежее? Не знаю У меня болит также немного голова и горла Не знаю Боли мне тоже немного голову и горло С утра у меня болит спина и мышцы От рана болят у меня плечи и мишни Может ты простудился? У меня есть таблетки, хочешь? Нет, спасибо, я должен идти к врачу Мне душно и жарко, можешь открыть окно Ты плохо выглядишь, ты заболел? Ты плохо выглядишь, ты заболел? Ты плохо выглядишь, ты заболел? Мне не хорошо и у меня слабость Очень часто мне холодно в ноги Очень часто мне холодно в ноги Мы должны идти спать, час ночи Мы должны идти спать, час ночи Мужик идти спать, ест первая в ноги Он должен пообедать, он проголодался Он musi зјсть обиад, ест голодны Они должны поехать на каникулы. Работают с утра до ночи. Девушки должны идти в аптеку за лекарствами. Девушки должны идти в аптеку за лекарствами. Ты должна идти к врачу. Ты не хорошо выглядишь. Ты часто болеешь. Ты должен сделать обследование. Я очень плохо себя чувствую. Мы должны ехать в больницу. Очень плохо чувствую. Мы должны ехать в больницу. Поликлиника Здравомед слушаю. Приходня Здравомед слушаю. Я бы хотела записаться к стоматологу. ой, к сожалению, здесь принимает только лекарь-педиатр. Ой, нистете, тут только лекарь-педиатра. Тогда извините, до свидания. То прошу, до свидания. Стоматологический кабинет зубной, слушаю. Габинет стоматологический зэмбовый, слушаю. Добрый день, у меня болит зуб и я хотел бы записаться на прием к стоматологу. Добрый день, болит мне зуб и я хотел бы записаться на позицию до дентысты. Есть свободное время завтра после обеда. Есть свободное время завтра после обеда. Во сколько? О которой? В тринадцать вам подходит? О тринадцать. Отповида пани? Может быть. Может быть. Вы являетесь нашей пациенткой? У нас есть ваша карточка. Что у нас есть карточка? Нет, это будет первый раз. Я не из Польши и у меня нет страховки. В порядке. Это частный кабинет. Прием платный. В порядке. Это частный кабинет. Прием платная. Ваше имя и фамилия. Прошу имя и название. Врач, который лечит уши и горло – ларинголог. Врач, который лечит уши и горло – ларинголог. Когда у тебя болят уши, ты должен идти к ларингологу. Когда у тебя болят уши, ты должен идти к ларингологу. Врач, который лечит проблемы с кожей – дерматолог. Врач, который лечит проблемы с кожей – дерматолог. Я хотел бы записаться к дерматологу. Я хотел бы записаться к дерматологу. Врач, который занимается костями и зуставами – ортопед. Врач, который занимается костями и зуставами – ортопеда. Я хотел бы записаться к ортопеду. Я хотел бы записаться к ортопеду. Врач, который занимается детьми – это педиатр. Врач, который занимается детьми – это педиатр. Я хотел бы записаться ребенка к педиатру. Я хотел бы записаться ребенка к педиатру. Здравствуйте, доктор. День добрый, пане докторе. Здравствуйте, что случилось? День добрый. Я чувствую себя ужасно. Я чувствую слабость. Я чувствую себя ужасно, чувствую слабость. Я чувствую себя fatalным и есть мне слабо. А конкретно, на что жалуетесь? У меня все болит. Живот, голова, горла. У меня все болит спина, мышцы и уши. Это нехорошо. У вас повышенная температура. Это нехорошо. А чем у вас есть горшку? Не знаю, но мне холодно. Не знаю, но мне холодно. Потому что вы больны. Пожалуйста, вот термометр. Потому что вы больны. Пожалуйста, вот термометр. Тридцать девять градусов. Триддеще девять стопней. Да, у вас высокая температура. А кашель есть? Так, ма пан высоком горончке. А ма пан кашель? Да, так же есть насморк, но небольшой. Так, мам тэж катар, але не дужи. Разденьтесь, пожалуйста. Я должен вас осмотреть. Прошусь разобрать. Муша по нас бадать. Думаю, что это грипп. Думаю, что это гриппа. Вот рецепт. Витамин С и антибиотик по балазин форте. Принимайте два раза в день, каждые 12 часов. Витамин С и антибиотик по балазин форте. Прошу брать два разы в день, по 12 часов. Думаю, что это грипп. И отдыхайте как минимум неделю. Прошу отдыхать минимум неделю. В году только 12 месяцев. Рок на только 12 месяцев. В январе празднуем Новый год и идет снег. В феврале холодно. В лутом есть зимно. В марте первый день весны. В марте первый день весны. В апреле первое апреля и Пасха. В мае светит солнце и дни длиннее и теплее. В июне заканчивается школа и все планируют отпуска. В июле начинаются каникулы и становится жарко. В июле начинаются каникулы и становится жарко. В сентябре дети идут в школу, а в октябре студенты возвращаются на учебу. В сентябре идет дождь, иногда идет первый снег и дни короткие. В декабре мы имеем праздник Рождества и веселимся на Сильвестра. В грудниу mamy святого Божего народа и бавимы себя на Сильвестра. А потом снова январь, февраля, март. А потом снова январь, февраля, март. В Польше четыре времена года. Весна, лето, осень, зима. Они отличаются друг от друга погодой. Весна начинается 21 марта. На улице довольно тепло и солнечно. Это достаточно слонечно и тепло. Иногда идет дождь. Весна начинается 22 июня. Лето начинается 22 сентября. Лето мзнојно или прохладно. В лето есть упалне или холодно. Когда светит солнце и на небе нет туч, то жарко. Когда светит солнце и на небе нет хмур, то жарко. Бывают грозы с молниями и может также падать град. После грозы на небе появляется радуга. По бурзе на небе появляся тэнча. Осень начинается 23 сентября. Часто холодно, пасмурно и дешдливо. Часто едиот дождь и дует ветер. Часто пада дэшч и веје вјатр. Есть дни, когда утром туман. Саў дни, жарано јст мгла. Когда осенью хорошая погода, мы говорим, что это золотая польская осень. Зима начинается 22 декабря. Зимой идёт снег или дождь со снегом. Зимой пада снег или дэшч зе снегем. Тогда холодно и тимно, потому что день короткий. Погода в Польсце очень изменчива. Солнечный день. Сьогодне солнечно. Дзисяј ест солнечне. Февраль холодный месяц. Луты – то зимный месяц. В феврале холодно. В лютым ест зимно. Вчера был жаркий день. Вчера была жарка. Вчера было горонко. В июне часто знојна. В церкви часто ест упальне. Сьогодне сильный мороз – минус тридцать градусов. Дзисяј ест дужи мроз – минус тридцати стопни. Завтра будет жара плюс тридцать два градуса. Вчера будет упал плюс тридцать два стопни. Сколько сьогодне градусов? Иле ест дзисяј стопни? Что ты будеш делать на следующей неделе? Я собираюсь готовиться к экзамену, а ты? Я собираюсь готовиться к экзамену, а ты? На следующей неделе ничего, но в следующем месяце планирую поехать на море. В прошлом тыгодниу ничего, но в прошлом месяце планирую поехать на море. Сейчас на море холодно и будет идти дождь, может быть даже шторм. Кто ездит на море в ноябре? Кто ездит на море в листопаде? Я люблю, когда холодно и дует ветер. Люблю, когда ездит зимно и веет ветер. Шторм — это необычный ветер. Шторм — это не обычный ветер. Наверное, ты не планируешь тогда гулять по пляжу? Примерно, ты не планируешь тогда гулять по пляжу. Хочешь втедать спacer по пляжу? Продолжение следует... 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 В следующем месяце я планирую идти на новую работу. В следующем месяце я планирую идти на новую работу. В следующем месяце я планирую поехать в Польшу. В прошлом году я планирую поехать в Польшу. Через два года мы планируемся знать польский язык. Через пять лет у меня будет польское гражданство. Через пять лет у меня будет польское гражданство. Добрый вечер, дамы и господа. Прогноз погоды на завтра. Утром и в полдень во всей Польше будет светить солнце. Рано и в полдень во всей Польшу будет солнце. Будет жарко. Утром температура составит 22 градуса, в полдень 31 градус, а вечером 15 градусов. Рано температура będzie wynosить 22 градуса, в полдень 31 градуса, а вечером 15 градусов. После полудня местами будет идти дождь. По полудню локальнее будет падать дождь. Возможно также грозы с градом. Потом снова будет солнце, поэтому на небе может появиться радуга. Приятного вечера, спокойной ночи. Приятного вечера, доброго вечера. Приятного вечера. Что ты будешь делать? Что будешь делать? Поедем на море поездом. Будете покупать одежду. Будете покупать одежду. У них будет время. Будут иметь час. На выходные буду делать покупки. В weekend буду делать покупки. В следующем месяце буду делать покупки в торговом центре. В прошлом месяце буду делать покупки в торговом центре. Что ты будешь делать вечером? В июле поедем на море поездом. В июле поездом будет ехать на море поездом. На каникулах поедете в лагерь в горы. В вакакции будете ехать на море поездом в горы. Завтра у них будет время для разговора. В июле поездом будет время для встречи. В июле поездом будет время для встречи. В июле поездом будет время для встречи. Привет! Я Касия. Я очень люблю путешествовать по Польшу. Это красивая страна, в которой есть интересная природа и много идеальных мест для отдыха. Это красивый город, в котором есть интересная природа и много идеальных мест для отдыха. Осенью и зимой я езжу в горы. Осенью я ходу по горам и наслаждаюсь видами, а зимой катаюсь на лыжах. Весной я езжу на дачу на озеро со знакомыми. Весной я езжу на дачу на озеро со знакомыми. Тогда мы готовим на гриле, ловим рыбу и катаемся на велосипедах. Весной я езжу на море. Весной я отдыхаю на море. Люблю загорать на пляже, лежать и читать книги, а также купаться в море. Когда бывают теплые выходные, я люблю загорать на пляже у реки. В Польше у нас есть даже пустыни и водопады, но там я еще не была. В феврале я поеду в горы. Когда будет хорошая погода, я поеду на море. Когда будет хорошая погода, поеду на море. Весной я поеду за границу. Весной я поеду за границу. На выходные мы поедем к дедушке. В weekend поедем до дедушка. В этом году зимой мы поедем в отпуск в Испанию. Я надеюсь, что в августе поеду на Мазуры. Проведу время с женой. Я буду ловить рыбу и вместе будем кататься на велосипедах, готовить на гриле и плавать в озере. Я буду ловить рыбу и вместе будем ездить на роверах, гриловать и плавать в озере. Будем спать в домике. Будем спать в домке. В этом году я не еду на каникулы. Останусь дома, потому что я должен помогать родителям. Может, поеду на дачу на выходные. Буду отдыхать и читать книги. Надеюсь, что через год полечу за границу в Хорватию. Буду там плавать в море, загорать на пляже и ходить на дискотеки. Я бы хотел также посетить достопримечательности и жить в пансионате. У меня уже каникулы. Я на языковом курсе. Я на языковом курсе. Я на языковом курсе. Но не только учусь. Но не только учусь. Посещаю столицу Мадрид и близлежащие города, знакомлюсь с новыми людьми, загораю на пляже. Звездом столицу Мадрид и околичные города. Звездом столицу Мадрид и околичные города. Планирую отпуск в сентябре. Плануя урлоп во врзне. Буду путешествовать со знакомыми по Польши автостопом. Буду путешествовать со знакомыми по Польши автостопом. Мы поедем в Закопане, то есть в горы. Будем ходить по горам, взбираться и завоевывать вершины. Будем спать в палатке. Будем спать в намиоке. Я люблю активный отдых на каникулах. Когда я выезжаю за границу, я посещаю страну и ее столицу. Когда я выезжаю за границу, я посещаю страну и его столицу. Мы любим узнать другие обычаи и культуры. Дети не любят посещать города. Предпочитают отдыхать на пляже. Дети не любят посещать города. Они любят отдыхать на пляже. В лагере я познакомился с новыми людьми. На обоях познакомился с родителями в Европе. Ты часто путешествуешь в Россию. Я хотел бы путешествовать по миру с друзьями. Мои знакомые регулярно путешествуют по Азии. Мои знакомые регулярно путешествуют по Азии. Я надеюсь, что когда-нибудь поеду в Испанию. Я надеюсь, что на выходных будет светить солнце. Я надеюсь, что Павел пойдет со мной на прогулку в парк. Я предпочитаю ехать в горы, чем на море. Мы предпочитаем лететь самолетом, чем ехать поездом. Девушки предпочитают ехать на каникулы, чем остаться дома. Девушки любят ехать на вакации, чем остаться в доме. Ребята предпочитают спать в палатке, чем в пенсионате. Я поеду на каникулы в августе. Куда ты поедешь на каникулы? Где поедешь на вакации? Ты пойдешь на прогулку в парк или в лес? Пойдешь на спacer в парк или в лес? Пойдешь на спacer в парк или в лес? Пойдешь в парк или в лес? Пойдешь в парк или в лес? Пойдем в парк или в лес. Пойдем в парк или в лес? Пойдем за парк или в лес на bien wr表